Как быстро летит время? Уже апрель, друзья, весна в разгаре, так какие же премьеры приготовили для нас среди сериалов киноделы? Давайте разбираться прямо сейчас. В апреле в свет выходит очередное продолжение популярного сериала «Мосгаз». Новая часть будет носить название «Метроном» и поведает о событиях 1982 года. Соня Тимофеева, Алексей Гаркуша и Егор Асадчий теперь сами по себе. А амбициозный майор Виктор Ковалев пытается занять пустующее место руководителя оперативной группы. Тем временем в Москве прямо во время выступления погибает известный эстрадный артист и сотрудник Москонцерта Андрей Гринякин. Все указывает на то, что кто-то пытается замять это дело. Соня Тимофеева втайне от всех начинает вести свое собственное расследование. Понять, что происходит в Москонцерте, пытается и Ковалев. Очевидно, что подпольную деятельность Москонцерта покрывают влиятельные люди. События разворачиваются стремительно. Один за другим погибают участники преступной схемы директора Москонцерта Ольшевского. 1 апреля состоялась премьера американской криминальной драмы «Пэриш», главный герой которой Грей Пэриш, человек с непростым прошлым. Когда-то он был членом преступной банды, но покинул ее ради семьи и стал владельцем элитного автопарка в Новом Орлеане. Однако, когда его сына жестоко убивают, опасные привычки возвращаются к главному герою. Он соглашается помочь опасному гангстеру, на котором он когда-то работал водителем, в деле, связанном с нелегальными мигрантами. И с этого момента его размеренная жизнь стремительно летит в пропасть. В этот же день в свет вышла комедийная мелодрама от «Дважды два» под названием «Ожоги любви», где семья Савельевых живет и не знает бед, пока в их судьбе не происходит неожиданный поворот. Все волоты жена Галина узнают, что их сын Игнат влюбляется в бывшую подругу матери Ларисы. Тем временем загадочный мужчина в кожаной кепке по имени Александр пытается попасть домой. И никто даже не подозревает, что случится, когда он наконец-то доберется до пункта назначения. А еще 1 апреля состоялась телепремьера детективной мелодрамы «Неукротимая Неупокоева» на канале «Россия-1». Главной героиней этой истории является Зоя Неупокоева. Успешная, напористая и уверенная в себе девушка. Однажды она сама делает предложение своему начальнику, преуспевающему адвокату Роману, но в итоге остается и без любимого мужчины, и без работы. А вскоре в ее семье случается беда. Бесследно пропадают племянники Зои. Стараясь разобраться в этом запутанном деле, она обращается за помощью к следователю Денису, за которого когда-то собиралась выйти замуж. Но сбежала в Москву, чтобы сделать карьеру следователя. И вот теперь героиня понимает, что в молодости совершила страшную ошибку. Но даст ли судьба Зои и Денису второй шанс? И хватит ли ей духа бороться за мужчину, который женат на ее коллеге? 4 апреля на платформе Иви состоялась премьера любопытной драмы «Точка ноль», где опытный вирусолог Аня Макарова бросает личную профессиональную жизнь в Москве и переезжает работать в вирусологический центр в Новосибирске. Она явно пытается сбежать от какой-то личной боли, но на новом месте судьба подбрасывает девушке еще одно испытание. Из-за незаконной свалки крупного мясокомбината в ближайшие деревни фиксируется вспышка неизвестного вируса. Желая реабилитироваться за ошибки прошлого, Аня решает самостоятельно проверить деревню. Однако местные жители, не доверяя современным методам лечения и не осознавая все опасности, настроены к вирусологу враждебно. В деревне разгорается чума нового типа. 5 апреля в свет выходят британские сериалы от Hulu под названием «Динозавр», где по сюжету Нине чуть за 30, и у нее расстройство аутического спектра. Женщина живет в Глазго и проводит много времени со своей сестрой и по совместительству лучшей подругой Иви. Когда Иви сообщает, что выходит замуж за парня, с которым знакома пару месяцев, Нина впадает в панику. Причина в том, что она не готова к самостоятельной жизни и очень боится остаться в одиночестве. Главную роль в комедийном сериале «Динозавр», кстати, исполнила британская стендап-комик Эшли Стори, страдающая тем же расстройством, что и ее героиня. 6 апреля на канале «Россия-1» состоится премьера мелодрамы «Жизнь справок не дает», где у нас выпускница школы Юлия. Она мечтает стать дизайнером, но в одночастие теряет все, когда умирает ее отец Юрий. Квартиру и счета арестовывают за долги. Мать Юли Алла вынуждена устроиться официанткой, чтобы прокормить семью. В ресторане Алла встречает нового мужчину, бизнесмена Олега, на которого возлагает большие надежды. Юлия поступает в университет и знакомится с однокурсником Филиппом, своей первой любовью. Но ее ждет новый удар. Мать умирает во время родов, а отчим отказывается от сына. Девушка остается одна с новорожденным братом на руках. Сможет ли она справиться с проблемами, от которых даже у взрослых опускаются руки? Именно об этом расскажет эта история. Ну а мы двигаемся, как всегда, дальше. Комедия «Киберпапа» стартует на канале ТНТ уже 8 числа. Итак, профессионального сварщика Игната из-за нелепого случая увольняют с завода, поскольку его жена Марина теряет все семейные сбережения в финансовой пирамиде. Работяге приходится искать альтернативные источники заработка. Пасынок Саня предлагает отчиму участвовать в турнире по киберспорту с призом в 2 миллиона рублей. Игнат вступает в команду, но не только ради денег, а чтобы наладить отношения с пасынком. Он знакомится с жизнью подростков изнутри, помогает решать проблемы, становится для них не просто мемным дядькой, а настоящим наставником, другом и киберпапой. А вот 11 апреля на Кинопоиск и Ока и Иви состоится премьера комедии «Кресло», по сюжету которой жизнь у Миши не заладилась. В одночасье он лишился девушки, работы и уверенности в завтрашнем дне. Купив на Авито кресло, он находит внутри папку с документами и огромную сумму денег, принадлежащих правой руке губернатора города. Размышляя, что же делать с находкой, Михаил начинает понемногу исправлять коммунальные недочеты во дворе, чем заслуживает уважение жителей и статус народного депутата. Однако губернатор обнаруживает пропажу документов, а в городе скоро выборы. Поможет ли всенародной любовь и таинственная папка занять нише «Кресло» губернатора? Что же, звучит весьма необычно. А вот историческая драма от Apple TV «Франклин» выходит уже 12 апреля в США. События данной ленты развиваются в 1776 году. Бенджамин Франклин отправляется в Париж, чтобы заключить союз с французами против англичан. 70-летний политик, не обладая дипломатической подготовкой, должен перехитрить британских шпионов и французских информаторов и отстоять независимость США. 15 апреля. В эфир вернется также и комедийный сериал «Папины дочки. Новые». Во втором сезоне приключения «Неунывающие семейки» во главе с Вениамином продолжаются. Спустя полгода Веник не теряет надежды найти сбежавшую Дашу и не без труда занимается воспитанием четырех дочерей – Лизы, Дианы, Арины и Сони. Проблем ему подкинут и тети девочек, и бабушка с дедушкой, и новые соседи. В общем, должно быть интересно. 17 апреля ждем премьеру биографической драмы от Хулу под названием «Под мостом». Сериал снят по одноименному роману Ребекки Годфри. Британская Колумбия. 1917 год. 14-летняя Арина Вирка, аутсайдер, над которой часто издеваются. Несмотря на это, ее приглашают на вечеринку под мостом. Однако на следующий день Ирина не приходит домой и кажется, что там произошло что-то ужасное. Вскоре семеро девочек и мальчиков-подростков обвиняются в убийстве. В расследовании принимает участие канадская писательница и журналистка Ребекка Годфри, которая находится в этом районе для написания своей первой книги. Ну и наконец, друзья, 25 апреля в свет выйдет новая драмития на платформе «Премьер» под названием «Ректор». Главный герой истории, о которой мы сейчас говорим, Лаврентий Семенович Тимошин, или попросту Лаврик. Молодой, перспективный, но очень тревожный кандидат наук, возглавляющий лабораторию биохимии серьезного НИУ. И уже не первый год разрабатывающий лекарства от страха. Главным образом от своего собственного. Лаврик боится всего – научных свершений, гнева матери, любви и реформ в НИУ. Последние не заставляют себя долго ждать. Ректор Института Богомолов, который уже давно занимает эту должность, хочет уступить свой пост молодому поколению. И Лаврик – лучшая кандидатура. Только станет ли эта должность благом для Лаврика? И позволит ли она все-таки завершить его исследование? Особенно, когда столь крутые изменения выходят далеко за пределы карьерного роста. Ну что ж, апрель получается весьма насыщенным. Уже вторая подборка новых сериалов вышла на канале. И надеюсь, что она пришлась вам по душе. Ну а первую вы можете найти по подсказке, которую я оставлю сейчас где-нибудь сверху, она появится. Ну и конечно же, не забывайте подписываться на канал Горинов Мир Анонсов. Нам совсем немного осталось до отметки в 100 тысяч подписчиков. Ну и берегите себя. Это самое главное. Увидимся. Субтитры сделал DimaTorzok